ты че уже снимаешь парни привет мои хорошие видите уже я тут уже ну пытался настраивать алёшка уже включил камеру в общем работаем сегодня поговорим знаете о чем я как-то снял видео где-то полгода назад как научиться варить полуавтоматом да и там все полгода пишут комментарии ребята то ну вот как варить ты показал а как настраивать полуавтомат ты не показал понимаете все спрашивают как настроить полуавтомат вот сегодня я расскажу что я об этом знаю да только не пытайте меня там в комментариях я больше вам ничего не скажу я пол жизни работаю на полуавтоматах и больше информации я никакой не знаю я всю жизнь их так настраиваю других вариантов у меня нет значит смотрите есть два типа полуавтоматов есть полуавтоматы с синергетикой есть с ручными настройками да ну как правило полуавтоматы синергетика они можно отключить синергетику настраивать их вручную если у вас полуавтомат с синергетикой тогда настройки происходят автоматически вот смотрите сейчас здесь включена синергетика и когда мы прибавляем ток напряжения автоматически увеличивается скорость подачи проволоки да вот 22 и 1 вольта ток и 11 7 метров в минуту подача проволоки то есть это заводские такие настройки что такое синергетика синергетика это на заводе изготовители любого полуавтомата вот там инженеры стоят там берут к примеру вот троечку метал до настроили ток и сварщик заварил варит там до тех пор пока не получится нормальный хороший качественный шов шов получился все это вносится в настройки то есть записывается в прошивку и все это настройка сохранять то есть это автоматическая настройка полуавтомата но в любой синергетики как правило как правило есть подстройка небольшая ну зависит от полуавтомата если это профессиональный полуавтомат вот у меня на работе и сабовский да он там 500 амперный я там могу на любой скорости подачи проволоки дать напряжение как в плюс так и в минус достаточно много могу дать то есть даже недостаточно много сколько мне надо понимаете я могу прибавить ток или убавить на вот такие бытовых полуавтоматах здесь не такие большие возможности но все-таки вот даже в этом достаточно бюджетном полуавтомате есть возможность немножко прибавить напряжение или немножко убавить при любой скорости подачи проволоки понимаете теперь если синергетики нет есть только ручные настройки то здесь вариант только один ну как я настраивал я когда начинал работать на полуавтомате никаких синергетик тогда не было в природе вот две крутилочки одна отвечала за подачу проволоки за скорость до другая за напряжение все вариантов никаких других не было и как я настраивал ток брал там металл какие-нибудь обрезки ненужные да ставлю там к примеру 10 метров в минуту подачу проволоки и рука у меня левая рука находится на регуляторе подачи напряжения да и вот я дугу зажег вот у меня сварочный процесс идет и я прямо во время сварки прибавляю или убавляю напряжение да и таким образом я подбираю оптимальные настройки чтобы ровно шел сварочный процесс аппарат как можно меньше брызгался да и все происходило ровно и качественно других вариантов я парни не знаю может кто знает пишите об этом комментариях коллеги еще хочу сказать один момент вот когда допустим я снимаю видео варю полуавтоматом да и там задают вопрос почему ты не говоришь настройки как настроить полуавтомат чтобы он так хорошо варил да я могу конечно озвучить настройки вот сейчас мы будем записывать видео я могу их озвучить но во первых каждый полуавтомат кардинально отличается от другой марки понимаете кардинально вот взять бытовой аппарат промышленный аппарат это вообще два два разных сварочных процессов вообще разные они вообще отличаются ну всем практически если брать бытовые полуавтоматы они тоже кардинально отличаются от производителя каждый производитель закладывает туда свою прошивку понимаете свою синергетику прописывают это очень сильно отличается поэтому если я вам назову настройки какие я выставил вот на вот этом на старте да а у вас там какой-нибудь фубак то они вам ничего не дадут эти настройки даже если я вам их озвучу вы у себя на фубаге выставить он будет варить совершенно по-другому понимаете и еще хочу сказать есть полуавтоматы они конечно стоят уже нельзя их назвать бытовыми такими гаражными на них есть электронное табло такое ты там прям настройки происходят следующим образом там прям есть такая крутилочка и указываешь толщину металла какую ты варишь то есть выставляешь параметры я буду варить допустим 8 миллиметров толщина металла газ у меня там углекислота или смесь толщину проволоки выставил все и больше настройки никаких крутить не надо полуавтомат сам уже подстраивает именно под толщину металла ставит нужное напряжение и скорость подачи проволоки понимаете еще есть одно это очень дорогие полуавтоматы вот например и вы им немецкий полуавтомат да там прям открываем дверцу где проволока устанавливается и вот здесь такая вот наклейка на этой наклейки таблица то есть тоже допустим вверху написано диаметр проволоки здесь напряжение здесь толщины металлов из соответствии с этой таблицей выбираем там номер программы номер программы допустим варим десятка металл 1 и 2 толщина проволоки да вот так крест на крест выбираем номер программы и здесь тоже электронное табло выставляем допустим 9 программу все он уже автоматом выставляет и скорость подачи и напряжение но это уже более дорогие коллеги полуавтоматы это уже не такая не бытовая тема это уже совсем другие бюджеты еще парни хочу сказать некоторые производители полуавтоматов на своем официальном сайте выкладывают такую таблицу специально для настроек конкретно этого полуавтомата да если скачать эту таблицу распечатать по ней тоже можно настраивать полуавтомат если даже такой таблицы нет можно попробовать поискать в интернете ну не факт что это будет корректно работать возможно это под одну модель закладывалась таблица у вас модель немножко другая может модификация уже какая-то произошла поэтому ну тут уж как повезет парни кстати еще хочу сказать один момент вот у нас есть группа в телеграме кто еще кстати не подписан подписывайтесь ссылочка под видео и там коллеги пишут что вот варят детали там на производстве до промышленными в основном полуавтоматами и у них куча брызг вот они спрашивают один коллега писал что там может полить каким-нибудь спреем антипригарным или как какой-нибудь антипригарное нанести покрытие у меня на такие вопросы только один ответ это что-то с настройками полуавтомата не так понимаете когда правильно четко настроен полуавтомат он брызгаться не должен не должен вот у меня на производстве мы варим гидромолот и да это там достаточно толстый металл там от 10 миллиметров и до 80 миллиметров такие толщины металлов да и он у нас металл приходит с дробемета то есть абсолютно чистый металл так чистому металлу брызги прилипают очень хорошо и их потом отодрать практически нереально так вот у нас на участке 77 сварщиков до защищает после нас один человек и он все успевает понимаете потому что у нас после сварки вот мы сварили молоток его опять отправляют дробемет с дробемета он выходит практически чистый ему там остается тут там на каждом молотке там ну десяток брызгачек такие которые прилипнут сильно он и быстренько раз и все если не дай бог у нас все в брызгах понимаете неправильно настроен полуавтомат и все покрыто брызгами там целый консилиум сразу собирается этот человек который стоит на зачистке он идет к нашему мастеру говорит что это за фигня я это чистить буду полдня я ничего не заработаю прибегает мастер начинается кипиш понимаете поэтому полуавтомат должен быть настроен так чтобы он не брызгал и он ложил идеальные качественные швы других вариантов нет конечно синергетика очень помогает если вы начинающий сварщик хочется хотите купить для дома для гаража там бытовой полуавтомат какой-нибудь да недорогой лучше немножко доплатить чтобы была синергетика вам это будет очень помогать понимаете потому что автоматическая настройка она все-таки значительно облегчает жизнь конечно это все заводская синергетика это заводская настройка аппарата как на заводе его настроены так он и будет вам варить и зависит еще от металла они там настраивали на одном металле вы будете варить другую марку стали понимаете конечно синергетика уже так качественно не будет варить там придется все равно подстраивать но тем не менее синергетика очень облегчает жизнь сварщика еще два слова скажу по поводу индукции тоже много разговоров про этот параметр индукция какую выставлять выставлять ее вообще нужна ли она вообще я вам скажу мое мнение может оно ошибочно я ни на чем не претендую коллеги может я в чем-то я ошибаюсь но вот у меня на работе полуавтомат 500 амперный да он стоит почти миллион весом и в нем индукция конечно есть она работает корректно потому что индукция корректнее всего работает европейских полуавтоматах таких как и время и сап фрониус и я даже специально пробовал я ставил там 50 процентов индукции 80 процентов индукции убирал и вообще вот я такой кардинальный какой-то разницы вообще не заметил понимаете ну может быть там чуть-чуть как как-то там едва заметная разница ну никаких кардинальных изменений индукция не вносит возможно я ошибаюсь но я так думаю что индукция она скорее всего работать должна корректно на тонких металлах да не на двадцатке не на тридцатке вот троечка двоечка возможно может я даже проведу эксперимент найду тонкий металл на работе но что у нас там тонкого металла нет вообще и попробую там с индукцией поиграться именно на тонком металле потому что на тонком металле да там возможно она как-то помогает или там упрощает процесс сварки как-то там провар обеспечивает но на толстом металле я вообще этого не замечаю это индукции никак коллеги ну вот я вам все рассказал о настройках полуавтомата что я знал возможно кто-то еще что-то знает больше чем я пишите об этом комментариях с удовольствием об почитаю чем смог как говорится тем помог все парни давайте будем заканчивать видео наверно да подписывайтесь на канал оставляйте комментарии подписывайтесь на телеграм-канал и всем пока увидимся в следующем видео приятного аппетита